Интернет должен управляться общественностью. Это был очень важный момент, и вот эта линия дотянулась до того, что создан был координационный центр. Моя функция была в основном такая джиаровская. Контакты с правительством по этой части. Хотя в то время интернет смотрелся такой маленькой частицей в правительственных помещениях, что трудно предположить, что такое могло быть. И, конечно, роль таких людей, как солдатов и платонов, была велика. Но за солдатом стоял Велихов Евгений Павлович. За мной стоял тоже мой товарищ Малышев Николай Григорьевич, который был вице-премьером в первом российском правительстве и потом был советником президента длительное время по науке образования. Поэтому для меня было очевидно, что та линия, которая была выработана на встрече с президентом, она должна превратиться в нечто. Тогда на этой встрече все было организовано в основном Рыковым Олегом Васильевичем, который был сотрудником департамента науки образования в правительстве. Очень глубокий человек. Очень глубокий, вдумчивый, который внимательно следил за процессами, который много помогал информационным технологиям из правительства. И давайте так скажем, текст, который в оконечном варианте был зачитан как конечное слово, он был подготовлен на Рыков. И удалось отклонить чрезмерные запросы министров по этой части и удержать линию общественного управления развитием интернета. И это работало много-много лет. Это очень важно, чтобы разные точки зрения работали и договаривались. Поэтому хорошее было время, хорошие дела сделаны. И часть из них у вас продолжают работать. Но вот интересно, была выбрана форма автономной некоммерческой организации с самого начала. И всю полноту власти учредители в соответствии с действующим на тот момент законодательством некоммерческих организаций, они передали именно совету. Да, было такое. Как было решено формировать этот совет? Из кого он должен был состоять? Ну вот, честно говоря, вот эту, вот эту, эти подробизмы я не помню. У меня была задача взаимодействия с правительством, да. И вот этого я добился. Был еще такой Подуфалов, руководитель Рыкова, значит, начальник департамента науки и образования. Глебный человек. Он математик, толковый такой. Сейчас он где-то, значит, академик, академия образования, что-то там. По-моему, завкафедра МИСИ и еще что-то. МИФИ. Вот, вот, моя задача была те концы отработать, с Рыковым поддерживать, с Кошкиным был, Кошкин такой еще, Андрей Николаевич. Он работал, по-моему, где-то в департаменте, связанном с информацией правительства. Вот, Андрей Николаевич. Вот, и я вот эту часть отработал и был счастлив. Ну, вот, ввели в состав Совета представители министерства с правом ВЕТА. Да. Насколько все были согласны, что таким правом должен был обладать представитель государства? Или это была дискуссия вокруг этой темы? Конечно, была дискуссия. Дискуссия была. Да, ну, в принципе, как бы... Чем раньше мы вспоминаем государство, тем, можно сказать, больше доверия было к государству. Сейчас оно несколько утрачено, потому что государство монополизирует некоторые вещи. А тогда это была свобода. Вот, поэтому... Тогда, тогда как бы все в основном слушали про интернет, не вникали особенно. Вот, и вот Волокитин, замминистра был, умер уже, к сожалению, Саша Волокитин. Я его помню еще по госкомитету по науке и технике, где он работал в отделении, в управлении Мясникова. Вот. Волокитин сказал, ну, давай будем делать, давай, давай. Но он медленно переходил. Все-таки у него стоял телевизор, значит, в кабинете, а в интернет он заглядывал очень редко. Это все приходило постепенно. Но Волокитин всегда нас поддерживал, опять-таки. Вот, интересно, то, что государство на первом этапе появления российского сегмента, скажем так, да, не особо обращало на него внимание, это помогло развитию вот и той же конкуренции среди операторов, например, да, и поэтому у нас может быть сервис. Или, может быть, наоборот, если бы государство тогда обратило больше внимания, и, допустим, меры стимулирования какие-то оказывало, был бы еще больший эффект. Я думаю, что вот то, что интернет развивался в свободной зоне, так сказать, да, это огромный плюс. Огромный плюс, потому что мне, скажем, украинцы жаловались, что у них не так легко по тем временам. Я запомнил, я ездил на Украину. Это 90-е годы, да? Ну да, да, они говорили, у вас так хорошо, мы многое с вас списываем, а здесь вот ничего не идет. Вот, поэтому по тем временам и вообще еще одно важное правило. Чем моложе народ занимается некими новыми технологиями, тем быстрее они развиваются. Это общий такой тренд всегда был. Но в эти технологии пришли молодые люди, конечно. Ну, они в интернет пришли, молодые люди. Не только в IT, а вот в интернет тоже. И поэтому любое участие государства, государство не предназначено для какой-то модернизации, сломя голову. Они должны действовать с такой оценкой, аккуратной. Я наблюдал нескольких, допустим, человек таких, которые занимались IT внутри администрации. Но с формулой никогда не рискуй лишний раз. Я помню, как один такой важный информатизатор мне сказал, я ему показываю там, только вот появилась, допустим, Windows, значит, в своем расцвете, и PowerPoint, вау. Он говорит, что ты делаешь? Зачем ты рискуешь? Это риск, это риск. Ты долго здесь не проживешь. И он прав. Он там в два раза больше работал в администрации, чем я. То же самое он сказал, когда я, несколько рискуя, но заставил, так сказать, сделать домен, правительственный домен. Его не было. ГОФ.РУ. Мне говорили, какое-то дерьмо пишешь. ГОФ.РУ. Вот такие вещи были. Поэтому я считаю, что вот по большому счету, если говорить, если бы не Рыков, который знал, что делать, и очень опытным был, вообще говоря, чиновником. И он меня всегда учил, когда мы выпускаем документ, мы пишем историю российского государства. Историю пишем. Мы должны все продумать и сделать качественно. Он очень упертый был такой человек. И вот он систематически готовил это совещание и провел. Изумительно. Есть еще один пример положительного влияния государства на развитие российской доменной индустрии и отрасли. Это появление домена кириллического РФ в 2010 году. Понятно, что этому предшествовала большая работа, начиная с 2007-2008 года. Это государство поддержало инициативу, государство во многом стимулировало создание этого домена, поддержало и на международном уровне в корпорации Айкен. И в маркетинговом плане, потому что одними из первых доменов были как раз домены Кремля, президента и правительства. Ну да. И это, по-моему, дало такой массовый толчок к регистрации кириллических домен. На этом этапе, я считаю, ключевая роль была все-таки Солдатова. Потому что, если я не ошибаюсь, тогда Солдатов... Замминистром. Замминистром. Он закурировал этот вопрос по поручению Игоря Олега Щеколева. Вот. И он рисковал, между прочим, подставил шею, так сказать. Я помню, какие риски были. Но он умеет упираться, так сказать, и он протащил это все. Так что вот там это Солдатов на 90%. Хотя ведь даже многие основатели интернета и те, кто стояли у истоков России, интернет-технологии, говорили, что кириллические домены, зачем это нужно? Это как строительство Вавилонской башни. Ну, я бы так сказал, что сомнения до сих пор остаются. Хотя уже 10 лет. Да, 10 лет, да. А с другой стороны, это способствовало, ну, такой серьезной внутренней пропаганде дела. Так? Кириллические домены. Это сработало на интернет. Сработало на пользователей хорошо и так далее. Хотя, значит, по большому счету, ну, любое дело можно делать и без кириллических доменов. Вот. Но здесь, я считаю, раскрутка произошла, объем вырос. Пусть вытащили дополнительные деньги из клиентов, но в целом, ну, как бы, раскрутили как следует этот самый локомотив, и он пошел быстрее. Вот я бы так сказал. Сейчас уже другой этап наступает, так сказать, когда надо очень много думать, чтобы, значит, не допустить рассыпания интернета на части. Сейчас это такая достаточно активная фаза. Я хотел бы сказать, что мы сейчас в интернете испытаем то, что я в целом наблюдаю за планетой. Можно ли говорить о том, что в целом мы плохо выдерживаем процессы глобализации? Это, с одной стороны, глобально, да? А с другой стороны, усложняем все с точки зрения регуляторики интернета. Ну, во-первых, интернет проник во все сферы. И он не отрегулирован должным образом ни на международном уровне, ни на национальных уровнях. И вот из-за этого возникают такие попытки регулирования, которые действительно могут привести к разрушению базовых принципов работы интернета, как глобальной сетки. Именно, именно. Интернет – это часть цивилизации, важная часть, которая в хорошем случае сильно поможет, в плохом сильно повредит. Дело в том, что вот это усложнение, оно возникает по физическим принципам, так сказать. То есть, это Пригожин, Илья Пригожин еще доказал, что вот любая планета, она принимает энергию звезды. И эта энергия действует на живую материю в сторону усложнения. Не только живую, доказывают, что и земная кора усложняется и так далее, но живая материя усложняется очень быстро. И мы можем не выдержать усложнения. Поэтому, опять-таки, вот этот тезис, который сказали, смысл жизни в продлении жизни, это говорит о том, что мы должны все хором сработать на, значит, все-таки обеспечение надежного продолжения жизни многих поколений. А этого пока не делается. Вот. И интернет сейчас испытывает вот эти все проблемы с усложнением. Ну, вообще, его начали все больше обвинять во всех бедствиях человеческих. Именно интернет. Это как зеркало. Смотришься в зеркало, так сказать, и говоришь, кривое зеркало. На самом деле, тот, кто смотрит туда, несовершенный. Вот. Нам надо добиться нового типа управления, нового типа отношения к обязательствам и так далее. Это очень сложный вопрос, но этим придется заниматься. И в этом смысле вызов и всем интернетчикам. Потому что, значит, надо демонстрировать позитивные образцы. Хорошее содержание надо показывать. Помните, очень много уделялось теме саморегулирования интернета вот в 2000-е годы. И отрасль показывала примеры этого, декларации и так далее. Но в какой-то момент было сказано, что нет, уже недостаточно саморегулирования. Уже пора государству, чтобы вмешалось, чтобы законодатели начали четко нормы писать, по которым мы должны жить, в том числе в интернет-пространстве. И это же не только в России. Это же, в принципе, все страны проходили этот путь. Все страны проходили и проходят этот путь. И я считаю, что нужно ожидать большей степени координации межстрановой. Есть известные программы, которые ООН разрабатывает на будущее. Но, тем не менее, явно недостаточно пока внимания к этому вопросу. Координация межстрановая должна быть более эффективной. Но даже процессы ООН показывают, что разные страны стоят на разных позициях. И очень трудно эти позиции, что называется, поженить друг с другом. Принятие ряда конвенций, с одной стороны, по инициативе России в области той же информационной безопасности, с другой стороны, по инициативе США привело к тому, что они в чем-то противоречат. И сейчас работает механизм ООН по снятию этих противоречий, и они много лет не могут их устранить. Это, конечно, важные вещи. И я говорю, что здесь помощь пойдет, во-первых, от новых выходящих поколений, которые, в принципе, сильно критикуют предшествующих отцов и матерей за то, что сейчас наблюдают. Я надеюсь, что будет давление от молодежи и будет давление от больших масс людей, потому что сейчас далеко от совершенства. Ну, кстати, и ООН, и Айкен, и наши всероссийские ответственные министерства и ведомства говорят о необходимости вовлечения более активного молодежи, в том числе вопрос управления интернетом, деятельность международных организаций. А молодежь как-то не проявляет достаточного интереса. Почему такой парадокс? Пользуются активно технологиями, а вот воздействовать и разрабатывать вот эти общие нормы, общие принципы не так-то и хотят. Ну, я бы сказал так. Вот здесь надо быть самокритичным. Я, например, когда изучаю коллективы, которые работают над документом, глобальных угроз, я там практически не нахожу российских граждан. Огромное количество экспертных коллективов. Никого из, почти никого из Академии наук России. Ну, несколько раз говорил академикам. Ребята, ну так нельзя. Надо взаимодействовать, надо работать, надо участвовать в этих коллективах. Возьмите, это легко взять, вот любой выпуск, легко закачать глобальные риски очередного года. И там все коллективы приведены. Находишь русских изредка, но они все там. А здесь? Это тогда тоже должно быть в центре внимания государства, чтобы стимулировать научное сообщество? Обязательно. А мы сейчас начинаем резать научные связи. Вот, надо, чтобы во всех коллективах, которые глобальные документы делают, присутствовали наши специалисты. Я надеюсь, что вот этот вызов, который сейчас брошен целостности интернета, он будет развязан потихоньку. И, значит, здесь, конечно, интернетчики могут показать пример другим, как бы, подотраслям. Потому что все-таки интернетчики, они все время взаимодействуют. Все время взаимодействуют. Ничего не стоит, какие нужно рабочие группы образовать, и прикрыть все эти дыры, которые образуются. Поэтому я надеюсь, что это будет сделано. А куда пойдет вектор? Вот он сохранится на, скажем так, саморегулировании, саморегулировании, потому что и у нас в России, пока еще, когда мы говорим об управлении интернетом, очень много саморегулирования. Управление национальными доменами так происходит. И на международном уровне. Та же корпорация ICANN, RIPNCC, которая адресное пространство, IP номера распределяет, IP-адреса. Это все еще с тех времен, как это все появлялось, и оно работает по такому кооперативному принципу. Я думаю, что вот этот кооперативный принцип и сработает. Здесь я надеюсь, что сейчас у американцев будет период все-таки восстановления проектного подхода ко всему. Потому что у Трампа не было проектного подхода. Он шашкой рубил, так сказать. А демократы, они всегда проектным подходом занимались. И в этом смысле положительный будет полупериод. Я не говорю, как там все остальные дела, а интернет вполне себе можно развязывать, работая с нынешними структурами и так далее. В этом смысле полупериод положительный сейчас будет. Наверняка. В этой связи международная информационная безопасность выходит на первый план. И мы очень часто говорили о том, что та же ДНС-инфраструктура может быть использована для совершения каких-то глобальных атак или может быть даже отключения целых сегментов национальных. Раньше об этом говорили скорее как о теоретической возможности. Но сегодня уже даже во многих доктринах информационной безопасности пишется, что угроза самая реальная. Да, угрозы очень реальны. И в этом смысле можно массу вещей разработать. Массу вещей можно разработать совместно и отгородиться от этих тревожных ситуаций. Но народ как-то живет, не думая об этом. Эта опасность не стала достоянием миллиардов, так сказать. Не понимает, что это происходит. И не хотелось бы повторения тех тонких вещей, которые случались. Типа Карибского кризиса, где вот все на живую нитку и все такое. Поэтому и интернетчики, конечно, могут показать пример. Но возникла и новая нормальность, когда у нас транснациональные холдинги, IT-корпорации сильнее государства и начинают диктовать свои правила, ставят их выше, чем законы. Это очень тонкие вещи, конечно, это тоже надо будет регулировать. И сейчас все озабочены, как это отрегулировать так, чтобы все было по правилам. Но я еще раз говорю, вот самое печальное, что усложнение как таковое отсутствует. Анализ этого отсутствует, так сказать. Хотя оно происходит. Оно нарастает. И если вы вспомните, как просто все было у вас в детстве и как сложно сейчас, насколько замков вы закрывали тогда дом и насколько... Или вообще не закрывали, а было и такое. Да, да. И это все происходит. И вот меня это, честно говоря, удивляет. Потому что мои попытки пока безуспешны. Да, говорит, это сложность. Какая-то сложность. Так далее. Марат Олегович, ну вот в связи с такими сложными периодами, в период постоянного усложнения нашей действительности, ваше пожелание к координационному центру на ближайшее время или, может быть, в отдаленной перспективе, каким вы видите роли места КЦ? Ну, я бы хотел сказать, что у вашего КЦ есть все возможности стать одним из передовых точек в интернете, так сказать. Вполне себе. Потому что традиций много. Потому что и коллектив подобран хороший, и традиции есть, и все такое. Поэтому, если будет какое-то объективное соревнование, я желаю вам быть среди победителей, если будет соревнование. Если не будет, то готовиться к этому и демонстрировать, что вы не самые последние. Там американцев объехать сложно, поскольку у них сконцентрировано пока, так сказать, будем так говорить, у них больше мускулов сейчас. Но я бы сказал, как про Одессу. Одесситы говорят, Одесса, конечно, не первый город в мире, но и не второй. Вот я бы сказал, вот этот одесский принцип, что хорошо, наш КЦ не самый первый, но и не второй. Вот сделать это так. Поговорить с молодежью, они скажут, что надо сделать, чтобы стали такими. То есть спутник на логотипе Координационного центра, это, в общем-то, символично, и оно не теряет своей актуальности. Ну, конечно, 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 конечно. Спасибо большое. Поэтому никуда не денешься, надо воевать.